12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. С тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России. Отметим, Конституция – основной закон государства, является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Дебаты, посвященные празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации, проходили в администрации города среди учащихся новочебоксарских школ. Суть данного мероприятия – поддержать интерес и, возможно, кто-то свяжется в свою деятельность с Конституцией Российской Федерации, но имеется в виду с пруденцией. И одна из основных идей мероприятия – чтобы наша молодежь была более сведуща в своих правах и обязанностях и соблюдала законодательство Российской Федерации. Какой форму сегодняшний мероприятий будет проходить? В мероприятии будет проходить в форме дебатов, участники получат вопросы и будут отвечать на них, исходя из своих знаний, познаний в Конституции. Соответственно, правильно или неправильно поступил тот или иной субъект правоотношений и на основании какой Конституции он правильно или неправильно себя показал. За пять этапов ребята должны были проявить свои знания в правовой сфере, ответив на вопросы судей. В итоге все команды школ смогли принять участие в дебатах, высказав свои мнения и отстаивая собственные убеждения. Отец семейства Петровых не хочет заниматься воспитанием и образованием своего сына, ссылаясь на то, что этим должна заниматься мать. Прав ли он? Вы отвечаете на ваш вопрос? Нет, не прав. Если родители находятся в законном браке, то они являются законным представителем своего ребенка, то есть они обязаны обеспечить своего ребенка достойным образованием. И в воспитании в статье 38 Конституции Российской Федерации говорится, что забота и права главны и равны обязанности родителей, так как получение общего образования Российской Федерации по статье 43 Конституции Российской Федерации является обязательным. В результате дебата в первое место заняла 19-я школа, второе место – 18-й лицей и третье место – школа номер 14. Это наш первый опыт, но этот блин не вышел комом. Думаем и в дальнейшем проводить подобные мероприятия для молодежи города Новочебоксарска при поддержке администрации, прокомментировал организатор мероприятия, член молодежного городского актива Максим Петров.